Жители города Абай, что в Карагандинской области, замерзают в своих квартирах. Сигналы бедствия из города с 30-тысячным населением поступают вот уже несколько дней. И особенно громко в лютые морозы. Люди жалуются, что спасаются лишь электрическими обогревателями. При этом в Акимате сообщили, что подача горячей воды в тепломагистраль отличная. Больше 90 градусов. Репортаж Марины Неватовой. Марфе Макаровне 85 лет. Женщина с внушительным шахтерским стажем сейчас почти не встает с дивана. Пытается сохранить тепло. Кутаясь в плед, прячет слезы бессилия. Откуда ждать помощи? Не знает. Ну, болеем, конечно. Холодно, обогревательник уличает. Здесь 12 градусов. На коридоре 15. Что нам делать? Куда обращаться? В городе Абай, в жилом доме по улице Абая, литературные вечера давно не проводят. Приходится изучать тему ледникового периода. Горько шутит мама двоих детей Надежда Медведева. Своих школьников женщина оставила на дистанционном обучении. В школе холодно. А дома? А дома тоже холодно. А где греется? Греемся под одеялом, укутываемся. Разгоряченные негодованием Абайцы требуют от властей навести порядок. На собрании в местном доме культуры шумно. Каждый делится своей бедой. Это красные пропели, глянуть не успели. А зима пришла, и отопление неподготовленное, я считаю. У меня дома 12 градусов тепла. 12. Батареи холодные. Нет нормального хозяина, который взял себе хозяйственник и сделал бы город нормально, чтобы люди не мерзли. Если вот так будем держаться до конца декабря, либо начала января, естественно, второй экибастуз будет. А что еще можно сказать? Больше ничего. Либо дома будут валиться от сырости, просто валиться. Как выяснилось, топарская грез, которая обогревает город, отлично топит на подаче 90 градусов. Однако доходит до квартир не все. В местных ОСИ и КСК подтверждают, на подаче больше 70. Окна утеплили, стояки поменяли, но батареи в доме все равно холодные. Потому что нету давления, обратка не циркулирует. Из-за этого не получается, не прогревается дом. Батареи от них даже жара нету. Подача никак не спасет, потому что не работает именно вот обратка. Утеплить теплотрассу, чтобы не теряло тепло. Местные жители готовы принести одеяло, матрасы и другие теплые вещи. Может, это спасет ситуацию. В Акимате Абая уверены, нужен более серьезный подход. На реконструкцию насосов, замену сетей и наладку требуется почти 20 миллиардов тенге. В минувшем году запросили около 3 миллиардов. Но пока деньги не выделили. На новые трубы где-то порядка 20 миллиардов. Наладку будем делать. Насосы надо реконструктировать, чтобы помощнее насосы ставить, чтобы больше циркуляции было. Каждый год, когда мороз и сильный ветер, она выдувается. Не только в Абаяте. При этом часть домов Абая все-таки теплые, рассказывают люди. В городе создана специальная комиссия для проверки всех проблемных точек. Впереди зима, морозы и сильные ветры. Марина Иневатова, Женайдар Рахимжанов, Астана Таймс, из Карагандинской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова